Религиозный фанатизм Это был барельеф Мефистофеля на одном из исторических домов города который якобы мешал этот барельеф строительству напротив церкви напротив строит церковь а этому барельефу он одиннадцатого или двенадцатого года значит был этот дом доходный дом там причислен каким-то ликом памятником архитектуры города значит достопримечательностям охраняемым городом ну и состоялось такой состоялся такой акт вандализма конкретно называю я его который совершен людьми считающим себя вот посланниками некого вот такого справедливого как они называют православного смысла якобы мефистофель напротив церкви это очень нехорошо я ну как бы вы когда церковь то размещали тут строить вы куда смотрели вообще то ну да наоборот было не храма ж не было а было это здание давно там да в одиннадцатом двенадцатом году народ России был под впечатлением ну культурной России был под впечатлением чего оперы гениальной оперы фауст пел Федор Шаляпин который исполнял этого мефистофеля так что в истории вообще мировой никто так ее не исполнить действительно и пел такие вещи и видимо кто-то вот под этим впечатлением наверное в эти вот эти годы такой барельеф разместил но не понравилось это определенным казакам видимо им не понравятся следующие какие-то вещи допустим в русском музее стоит скульптура антокольского мефистофеля сидящий мефистофель не видели? да и многое есть тем более антокольский он еврей тем более аргумент это для казаков это бей этого самого мефистофеля спасай Россию там две кстати скульптуры одна бронзовая и одна гипсовая ну вариации на эту тему может быть сколько угодно да потому что люди которые объявляют себя такими знатоками вот этой православной мистики что она позволяет что она не позволяет эти люди могут бегать хоть где они могут прийти и туда и сюда значит и в нашу картинную галерею новосибирскую они могут прийти там сказать что есть элементы порнографии значит все что угодно а Третьяковка русский музей там это Эрмитаж это рассадник это рассадник да такого пешеного антиправославия что диву даешься как они до сих пор туда не пришли с нагайками с молотками с кувалдами и со всеми делами поэтому вот ваше мнение батюшка все-таки об этом мы хотя об этом говорили о случае в манеже но все-таки прокомментируйте ваше видение вот этой ситуации я думаю мы должны с вами заглянуть немножко глубже согласен я лично считаю в этом виноватыми а тот дух который проповедует нынешнее безграмотное духовенство во первых это дух избранничества то есть особых отношений с Иисусом Христом которых никто никогда не имел вот у нас мы были особые святые отцы у нас были особые какие-то взаимоотношения с Богородицей с Архангелами и поэтому все остальные чмушники а вот мы истинно знаем что Богородице приятно вот от чего она улыбается и что неприятно от чего она плачет или например то что Богу приятно или что Богу противно то есть у нас есть четкие понимания тем более это очень выгодно использовать рабовладельцам поскольку поле деятельности ничем не ограничено сегодня можно благословить в зависимости от конъюнктуры момента а завтра можно проклясть в зависимости от конъюнктуры момента хотя будет тоже самое одинаковое событие поскольку они не ограничены никакими твердыми законами а только бесконечными толкованиями которые можно в любой момент объяснить что казнить нельзя потому что надо помиловать или казнить потому что нельзя помиловать вопрос в том где будет поставлена запятая поэтому это дух бракобесия заявляющий о своей исключительности мы можем наблюдать в исламском государстве разрушающим по миру там древние храмы языческих древних божеств демонов и прочее все остальное но нельзя забывать о том что это труд великих художников это труд великих людей приложившись к этому свой талант и это такая маленькая маленькая позолота которая делает человека человеком на самом деле отличает его от скота и вот эту позолоту активно пытаются снимать казакующие и православные они очень сильно стараются вот эту позолоту содрать чтобы вот то животное которое там в глубине живет было совершенно свободным и могло дальше делать все возможнейшие преступления какие только вообще может представить себе человеческий разум потому что одно зло порождает другое оно никогда не останавливается если сегодня оно сделало так и его не остановить оно завтра сделать больше если волка пустить в овчар не он задушит не одну овцу а передушит всех овец даже просто не знаю там запасы мяса он собирается делать или открыть производство фабрику по производству тушенки неизвестно какими мотивами он руководствуется это животное но сделает оно несомненно вот это зло о котором мы с вами говорим будет крушить ломать и ломать знаете в чем мракобесия поповская заключается сейчас в том что вот эта проповедь особых отношений с Богом исключительность которую ты заключаешь в церковных таинствах делает тебя безнаказанным ты от имени Бога действуешь а Бог это высший суд Бог это высшая власть следовательно раз ты действуешь от имени Бога ты можешь наплевать на чувства других людей ты можешь наплевать на чужие страдания ты можешь наплевать на чужой талант считать его от демона от беса этот талант можешь действовать неограниченно и все равно ты будешь всегда угоден Богу то есть она это самое удивительное самое удивительное что здесь вот эта религиозная проповедь она делает человека свободным от рабственности но не везде а только в определенных выгодных рабовладельцам сегментах сегментах человеческой жизни например этот сегмент может быть влияние на умы запугивание людей промывание мозгов по поводу божественности власти вот вы знаете вот это же все церковное как и раньше царское уже в зависимости от церковного это так называемое божественное право то есть для этого всегда вот в Евангелии подчерпается либо где-то в священном писании либо там кому-то приснилось некое божественное право которое Бог вручает какому-то императору в избранничестве или какому-нибудь попу там в благодати или какому-нибудь там высшему церковному попу с длинной белой бородой в виде благодати особое избранничество и получается вот ты имеешь божественное право вот чем руководствуются террористы которые взрывают людей они руководствуются божественным правом которое превыше всех человеческих законов потому что убивать по человеческим законам нельзя а здесь можно толковать корон так что можно убивать людей по божественному праву следовательно да можно по божественному праву разрушать скульптуры можно по божественному праву кому-нибудь выбить зубы потому что он видишь не так говорит не туда смотрит и вообще он противен Господу и Богу и Спасителю нашему Иисусу Христу а кто это сказал да Маша вчера крикнула ночью в темноте что Маша крикнула бей жидов спасай Россию все побежали а куда бежали а куда бежали туда и я побежал со всеми и если мы начнем с вами логически вот это все разбирать мы увидим только мракобесие маразм и самоуверенность людей в том что их колдовство самое колдовство ванное колдовство среди всех колдовствов и мы увидим не именно увидим не Христа увидим не любовь и милосердие и прочее а свидетельство идиотов своей веры с помощью попирания чувств свобод талантов других людей ради своих мифических убеждений и вот это как раз приводит к тому приводит к тому что народ разобщается и ненависть ненависть вчера уважали вчера любили вчера стремились к храму а сегодня уже ненавидят и презирают но зато вот эта кучка маргиналов да которая будет с нагайками там с бутылками или будет бить певцов в горло кулаками там вот как у нас в оперном театре эта кучка будет всегда там знаете вот она будет всегда вот эта кучка но она она других людях вызывает только отвращение потому что на них смотрят и начинают олицетворять их церковью то есть они начинают представлять собою фасад церковной да они бьют как раз вот в эту слабую связь конечно да между нас народом кстати никто не будет читать евангелие и разбираться там в каких-то евангельских событиях а вот эти вот сумасшедшие эпатажные действия они приведут к двум результатам одних они запугают ну то есть безнаказанность можно делать все что хочешь а в других вызывать будут чувство отвращения и ненависти и желания поразобраться с этим делом то есть разными доступными способами сейчас может быть молчать пока потихонечку там нет возможности а потом прийти к власти и растоптать это все в прах и будут опять крики о том что гонят там верующих и Христа и прочее хотя Христос никому вот возьмите вот если мы возьмем с вами разницу огромную я хотел бы показать если мы возьмем первые века там именно гонение на Христа то есть вот эта борьба с Христом Божеством борьба с идеей воскресения борьба за императорское обожествление принесение жертв идолам а если мы возьмем семнадцатый год то мы увидим борьбу с попами мы увидим борьбу с министерством духовности которое надо царское министерство духовности которое нужно упразднить никто не будет говорить вам о Христе или спорить например о Богородице вот представьте себе что там Луначарский с Лениным собрались и обсуждают постановление четвертого Вселенского Собора или выясняют сколько воль во Христе божественное человеческое или божественное собою поглотило человеческую волю это никого не волновало нужно было убрать попов как атовизм царской власти и вот сейчас это как плевок из прошлого то есть вот это туманное что-то средневековье какое-то пытается убедить опять нас в том что Бог настолько мелочен и сварлив и обидчив и скандален что его можно обидеть какой-то скульптурой или его можно обидеть и оскорбить какими-то словами вот вы взгляните на мир весь мир наполнен убийством войнами кровопролитием всевозможнейшим развратом и Бог это все видит и он терпит это может не тошнит на земную поверхность он терпит людей со всеми их недостатками и со всеми их пороками но вдруг кто-то решает что вот именно вот эта скульптура и этот барельеф особо оскорбляет Бога не убитые там в Афганистане сотни тысяч людей или пострадавшие от голода и от болезни люди которых богатые мира сего грабят насилуют и вгоняют в рабство он по этому поводу Бог не переживает его несколько а вот здесь доказать свою веру надо взорвать храм чтобы показать от Господи ну и посмотри как мы бесов то всех разрушим а вот тебе истина служим Господи вот свидетельствовать свою веру пойти взорвать старуху в магазине чтобы Аллах увидел как ты его любишь вот как ты искренне его любишь и свидетельствуешь свою веру взять разбить какую-нибудь скульптуру для того чтобы засвидетельствовать перед ним что я не просто языком треплю а вот Господи ради тебя я даже Мефистофелю рога обломаю вот эта вся идея и смотрите как но другие наши вот такие такие наша гордость отечества нашего как Шаляпин здесь как бы уже ничего затоптали его потихоньку все побежала толпа вот и слоны побежали никто не обратил внимание что это оказывается на самом деле это не Мефистофель и никто чертям памятники не ставил никаким чертям вот представьте себе что там например внизу была бы табличка истинному подвигу Люцифера в борьбе с Богом Отцом за посвящается и памятник барельеф вот смеет так и есть а это никакому сатане это богатство России это великий певец который символ не мужиков которые в тайге собирают кедровые орехи а символ таланта народа что мы можем не только гнать водку и драться в пьяном угаре там тоже не было написано что это памятник Шаляпина нет ну вы понимаете представьте себе я предполагаю в одиннадцатый в одиннадцатый двенадцатый год а почему вы предполагаете смотрите это же была царская православная страна никто бы не разрешил никакому мефистофелю памятники это Шаляпину не всякого сомнения это навеяло конечно 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 это Шаляпину поставлено потому что тогда это было вообще было знаете несколько таких моментов Европа открывала для себя Россию потому что все считали что это лапотники и какие-то там непонятные медведи сибирские а здесь вдруг оказалось что есть величайшие певцы балетная школа живопись это же тогда ну то есть было открытие России для Европы и поэтому это навеяло и никакому это никому бы в голову не пришло я бы еще согласился что памятник сатане могли поставить где-нибудь в семнадцатом восемнадцатом году в безбожные пятилетки когда вот это была борьба с церковью но во время царствования Николая второго никто бы никаким и тем более это может быть где-нибудь там масоны в подвале себе какую-нибудь там поставили бы статую но на здании Буфомета да, Буфомета кстати вот смотрите вся христианская Европа же как-то жила с этими произведениями знаменитых поэтов средневековья я об этом хочу поговорить никого же образ Мефистофеля у в произведениях многих композиторов в произведениях многих поэтов даже средневековья не вызывал никакого церковного отторжения потому что он везде показан как источник зла и сарказма да, сарказма можно выбрать выбрать добро в сравнении а не прийти взять молотком раздолбать барельеф и потом всех убеждать что твой маразм на самом деле является божественной благодатью кстати, у Булгакова уже Воланд он исходит из того гетовского Мефистофеля как продолжение он уже несет в себе другой интересный смысл он уже как критик как исправитель грехов помните как Воланд говорит я сила та что вечно хочет зла и вечно совершает благо вот я говорю совершенно другое то есть это философское размышление русской вот этой культуры русского поиска и вдруг вот в этот поиск внедряются вот эти маргинальные силы которые говорят мы с этим поиском вообще ничего не хотим завтра они придут разрубят Врубелевского демона или Лермонтовского демона понимаете я предлагаю знаете как поступить или придут к нам в оперный театр там потому что в главном зале стоят языческие статуи богам то есть главное знаете другое что сделать сжечь Пушкинскую сказку о попе и работнике жил был поп толоконный лук обязательно надо спали конечно уже были такие попытки потому что один из некоторых неких священников запретить метель запретить Пушкина там помните предлагали уже попы переписать Пушкинского болды или вот например этот самый метели там пьяница поп ожидает на венчании пьяный поп уже все надо переписать это же не правда попы никогда не пили вот они никогда не нарушали заповеди божии и вообще они не пользуются метро а летают с помощью об этом уже говорили особенно митрополиты понимание в народе все-таки было разделение какое-то между попами и священниками но когда они теряют священников из виду остается только попы происходит ужасное а получается знаете как процент священства маленький а поповства очень большой вот они затаптывают просто это все затаптывается еще один маленький момент вот насчет культуры и насчет всего остального дело в том что сама церковная культура очень неоднозначна внутренняя в ней очень много споров в архитектуре церковной чего можно использовать православным чего нельзя в иконописи вот тоже мы с вами обсуждали отцовство сыновство вот эта икона где изображен бог отец она запрещена астаглавым собором есть много таких вещей которые нужно прямо сейчас с точки зрения православия взять топоры пойти повырубить в Успенском соборе кремля в Успенском соборе троицы сергиевой лавры отбить всякие балясины на колокольнях которые понастраивала там екатерина вторая поотбивать там эти всякие ангелы там купидончики всех их нафиг подрубать с колоколин сбить с колоколов с каких-то неправильные допустим с точки зрения церковности украшения стесать бронзовые там стереть их много очень чего есть поэтому если пойти по этому пути то я предлагаю другое я предлагаю для всего для начала провести государственную экспертизу образования в семинариях я предлагаю самым главным первейшим образом узнать источник вот этого мракобесия откуда берутся вот эти маргинальные личности в виде казаков вот этих и всех все остальное а я вам расскажу откуда берутся они это проповедуется в духовных школах оно проповедуется не так что возьми там камень пойди туда и все оно проповедуется идея твоего когда ты ходишь в церковь твоего особого избранничества и когда эти люди потом приходят в храмы то прихожанам своим они начинают внушать что они эти прихожане заключили с господом и богом нашим иисусом христом необычайно выгодный контракт который им открывает царство небес не просто ммм там что они квартиру себе срубят в москве еще гораздо крупнее вечность получат царство небесное получат за какую-то свою лояльность к действиям не духовенства а к действиям попов и какая-то часть людей легко внушаемые вот так же те же самые казаки либо личности с неуравновешенной психикой наподобие вот этого самого интео который вечно там в москве устраивает всякие драки и прочее все остальное да их сейчас будет их сейчас расплодиться вот так вот конечно и вот представьте себе никому не нужный человек не построивший в своей жизни там палец о палец не ударив ни храм там не построивший ничего ни картину не написавший да ни картину не написавший он безграмотный он не ответит на три духовных вопроса и отче наш он не знает а если прочитает то с ошибками с большими и получается что вдруг этот человек чувствует себя ну мавродий то есть он создал у него на руках акции не просто акции вина новосибирского завода производящего там красный октябрь пиво и даже не акции госпрома и даже не удостоверение депутата государственной думы а контракт с Иисусом Христом на вечность царство небесное но с определенными оговорками что это тебе не просто так дается а вот ты должен ради благополучия бородатых толстых попов где-то проявить псевдопатриотизм разбить кому-то там голову где-то отбить у мефисофиля рога отбить или еще что-нибудь мы с вами смеемся поверьте мне завтра эти люди будут регламентировать ношение женщинами лифчиков а мужиками трусов потому что трусов то не было а другие в платках трусов то ведь не было в православной империи все мужики ходили в кальсонах я вообще предлагаю это очень важная кстати тема духовности надо срочно запретить носить трусы изготавливать их причем на законодательном уровне я вас понимаю а женщин вообще надо так закутать чтобы они вообще четко чувствовали свою ущербность чтобы они хочу вернуться из положения власти нет я я к тому что это будет продолжение однозначно будет иметь продолжение а я хочу вам рассказать маленький такую историю вы не представляете какую я нашел реликвию в нашей картинной новосибирской галерее просто не представляет я вам сейчас скажу просто обалдеть интересно интересно пару недель назад я пошел мы пошли с женой в галерею в нашу новосибирскую не так уж часто я там бываю но бывает с удовольствием просто знать надо что в нашем городе вообще находится и в зале иконописи не знаю почему я так понравился этой тетеньке которая там сидит я там ходил так ну видно мне интересно разделить иконами никоновские иконы старообрядческие я их как-то выделил посмотрел внимательно там все прошел он мне говорит а хотите я вам покажу кое-что вот идите говорит сюда подводит меня к иконе не буду пока говорить какая и показывает мне вот рамка иконы написано внизу Филипп Колычев у нас в новосибирской галереи находится личная икона нет личная икона из ризницы из ризницы митрополита Филиппа Колычева представляете какие были дураки московские вот эти вот ребята которые оформляли новосибирскую галерею что отдали реликвию вообще русского народа нашего государства понимаете вот она висит и вы знаете по прошествии этих событий мне сейчас страшно за эту икону очень страшно во-первых мы все знаем что Филипп Колычев был любимый герой наших либералов он был такой либерал который восстал против Иоанна Грозного но вы знаете там еще находится один сюжет там ведь написано нарисован черт все надо выставлять сегодня охрану МВД надо ставить там наряд понимаете иначе побьют полицейские ну все туда придут сейчас и скажут ну что какой черт может быть в иконописи вот такие у нас происходят вещи это икона страшного суда кстати иконография темных сил она известна и она всегда была вот об этом я и хотел поговорить вы бы лучше об этом рассказали хорошо я буквально несколько скажу значит мы знаем присутствие изображения темных сил в виде разных змеев или например сатаны сидящего в гене огненного и держащего на руках душу Иуды на иконах страшного суда также есть изображение демона и человеческие души они держат конечно кстати очень многих патриархов на руках держат митрополитов там прямо целыми есть я обращал внимание очень многие это те которые потеряли свою душу наверное он на руках и держит их вот надо провести духовный собор все таки нам и кого то опять лишить его души срочно да кстати из вези приятного правления Новосибирского вот но еще другая вещь это искушение Христа в пустыне демоном который предлагает ему спрыгнуть там со скалы или камни превратить в хлеб и так далее и тому подобное вы знаете искушение Христа мы знаем многое очень многие изображения демонов в различные иконографии например Киприана и Устини где вообще такие чудеса творил там Киприана что из житии потом знаем изображение искушающих монахов в пустыне демонов многочисленных огромных количествах то начиная от Марии Магдалины наверное и заканчивая там я не знаю Серафимом Саровским там Сергием Радонежским уже нашим ближайшим нашим соотечественником поэтому изображение темных сил а никогда не вызывало ни в ком никакого дикого дурного отторжения да тем более это не прославление а как бы констатация факта существования это мировоззрение абсолютно верно поэтому этот Мефистофель изображенный на здании я думаю он не олицетворяет собой похвалу сатане это просто культурный исторический определенный момент как я уже говорю носить трусы или носить вопрос кальсонах против это было два пальца двоеперстием креститься или тремя носить трусы или не носить трусы вот это я думаю одного порядка вопроса это одного порядка вопроса потому что если мы сейчас вот например окунемся в ислам то например сейчас совершенно некоторые пакистанские духовные руководители заявляют что из-за того что женщины носят джинсы то в непале произошло страшное землетрясение опять же злобное подлое мелочное божество которое из-за того что бабы носят штаны не того покрова убивает в горах десятки тысяч людей чтобы всех напугать своей злобой чтобы всех напугать своей властью и своей злобой вот здесь вот то же самое я думаю что почему маргинальное духовенство вместе с этим казачеством этому покровительствует потому что есть возможность заявить о себе заявить о себе можно и по-другому например написав прекрасное произведение показать глубину своего таланта или хотя бы умением вести диалог но это очень сложно для этого надо учиться для этого надо приобретать особую культуру знаний а когда начнешь это приобретать то увидишь что это все мракобесие богу не нужно и вырвешься из этого тюремного мракобесного плена и поэтому проще запускать вот этих вот как знаете как неуправляемую ракету куда прилетит вот это казачество или вот эти выставки там нападения на выставки православных активистов для того чтобы запугать показать свое существование понимаете не то что это где-то тихо никто не видит а вот мы есть и мы не просто а мы добро с кулаками и мы еще придем и сломаем вам нос понимаете то есть вот это логика ну и вы знаете я опять же пойду по волчьим законам если кто-то идет вам ломать кулаками нос ради своих убеждений вы имеете полное право достать пистолет и остановить его движение в вашу сторону я думаю мы до этого доводить сейчас пока нет вот волк вы не поняли вы меня не поняли вот волк один волк кидается на другого волка загрызть его из-за того что у того белый хвост как вы имеете право имеет второй волк защищаться имеет поэтому это приведет только к тому что будет вот как в Чикаго в двадцатых годах будут в пробках стрелять друг друга уже приводит к этому нападают и в пробках и убивают это нормальный ход два дня назад человека забили просто так это нормальный ход событий это уровень культуры вот я к чему еще кстати к разговору это именно уровень православной культуры я к чему я с вами не соглашусь я с вами не соглашусь я к чему эти беседы веду вот мы сегодня наблюдаем в наше время катастрофическое падение образования образов уровня образования и культуры катастрофическое падение живешь вот с людьми и думаешь как вот получается что вот эти люди которые учились в таких же школах таких же институтах практически ничего не знают не хотят знать и так далее отсюда вырастают все эти казаческие вот у нас сегодня казаки Новосибирска казаки Петербурга которые размолотили Мефистофеля я их спрашиваю ребята какие в Новосибирске казаки вы хотите реставрацию православия хорошо давайте реставрировать традиции православия традиции воинской культуры хорошо где в Новониколаевском гарнизоне находились казаки покажите мне хотя бы одного я их спрашиваю вот они выходят там поют какие-то песни там казаки новосибирские там они выходят с лампасами это другой вопрос значит ну они с таких нарядах не ходили если вы реставрируете если вы реставрируете традиции вы разберитесь в каких нарядах ходили казаки тех времен значит это был Омский гарнизон Омский округ казачий здесь Омский и ближайший к нему Енисейский Красноярский там Енисейский вот эти вот и уже дальше там Даурский дальневосточный и так далее округа казачьих округа которые поставляли конкретно людей на войну и так далее у них была своя форма ну вы реставрируйте и покажите нам что-то такое но Николаевских казаков никаких не было есть в нашей же картинной галереи я просто ну просто вот любовался знаете там не забыл фамилию художника он реставрировал полностью мундиры вот эти вот новониколаевского гарнизона там все есть так и называется мундиры новониколаевского гарнизона и прям в зале целая стена посвященная великолепной иллюстрации сходите посмотрите и реставрируйте да делайте так пожалуйста делайте так чтобы люди видели историзм а не ваши какие-то фантазии нет чего в этом нет это вы знаете дело просто заключается в том чтобы ряженность ряженность а иначе клоуны ряженые а не казаки вот и все вот весь вам смысл ваших деяний и у нас уже появляются в нашей новосибирской области казаки язычники да они даже фильм поставили на эту тему к чему ведет вот это вот мракобесие мракобесие к чему ведет мракобесие глобальное потемнение умов ну вопрос в том что понимаете идеи хорошие я думаю вот они портятся реализацией то есть можно я уже говорил можно войти в память людей с помощью своего таланта с помощью каких-то очень таких духовных вещей а можно войти с молотком в руках разбивающим какую-то статую да вот вот это пример причем это будет знаете чем это тоже все же заорут сразу там в Пальмире взорвали храм там возмущение будет мировой общественности то есть нужно задеть задеть знаете как раньше гадали девки на святках брали в руку поварешку и сковородку и ночью луной выходили во двор и били бах и какая собака с какого двора первая гавкнет оттуда и жених будет вот это вот такой вот принцип гаданий то есть ударили этого Мифистофеля молотком где откуда больше будут кричать откуда больше поднимется крика понимаете вот вопрос в том чтобы произвести пиар акцию в том чтобы начали гавкать собаки по всей деревне вот это надо произвести ажиотаж понимаете вот и все ну я думаю что ничем ничего хорошего с этого не будет ничего хорошего да вот если общество и государство не остановит вот этот процесс маргинализации на основе вот этих вот псевдо духовных ценностей если это не остановится в ближайшее будущее то процесс приобретет необратимый характер о чем мы сейчас с вами и пытаемся беседовать чтобы хоть как-то обратить на это внимание и это запугивание не приведет не приведет не принесет желаемых результатов никогда конечно ничего с этого хорошего не будет запугивания поэтому я считаю нужно им сейчас все восстановить строить и всем тем кто вот это все делал им во-первых с них связать это за ремонт а во-вторых надо их конечно привлечь по законодательному суду есть закон вандализм конкретно привлечь к ответственности за это чтобы люди знали что они шутят все таки еще интересно вот верующие не любят когда их чувства оскорбляют вот начинают орать там а если тут чьи-то чувства то можно на них и наплевать ну это конкретное чувство нормальных культурных людей вы это тьмушники а мы с Иисусом Христом конечно у нас есть договор с ним а вы тьмушники сидите там и плачьте в платочек сопли вытирайте на этом мы закончим свои все за предупреждение спасибо всем да да точно очень рад и благодарю всех за участие и за то что нас терпят и за то что может быть поделиться с нами своими мыслями по-другому это и да приятного с вас в в в Продолжение следует...